В Москве в 16-й раз подвели итоги национальной премии «Внедорожник года». Она предусматривает шесть основных и несколько дополнительных категорий. В списке номинантов формируют модели, представленные на рынке в настоящее время. А выбирают победителей целых три жюри — народная, экспертная и блогерская. Так, в номинации «Полноразмерный внедорожник» награду получили два автомобиля — Land Rover Defender и Cadillac Escalade. А из среднеразмерных моделей — три — Mitsubishi Pajero Sport, Jeep Wrangler и Toyota Land Cruiser Prado. Что же до компактных проходимцев, то здесь победили Lada Niva Legend и Suzuki Jimny. Для нас это практически пожизненная номинация, потому что Jimny — абсолютно уникальный продукт в своем роде. Он такой один. Большое спасибо нашим покупателям, экспертному блогерскому жюри, за то, что удостоили нас этой чести и награды. Audi Q8, Volkswagen Touareg и Kia Mahave получили звание лучших полноразмерных кроссоверов, а Mitsubishi Outlander, Skoda Kodiaq и Subaru Forester — среднеразмерных. Мы всегда думали, что может быть этот автомобиль больше для более взрослого поколения, но быть признанными блогерами для нас очень неожиданно приятно. Спасибо большое за эту награду. Не сошлись в едином мнении члены трех жюри и при выборе лучшего компактного кроссовера. Победу разделили Renault Duster, Volvo XC40 и Haval Jolion. По три лауреата нашлось и в новых дополнительных номинациях. Электрические кроссоверы и гибриды — компактные среднеразмерные моноприводные кроссоверы. Например, в последние награды получили Peugeot 5008, Jack S7 и Cherry Tiggo 8 Pro. По меркам российского автомобильного бизнеса, компания Jack достаточно молодой бренд. Для нас огромная честь получить данную награду, поэтому мы надеемся, что наши российские покупатели, так же, как и наши уважаемые члены жюри, оценив в дальнейшем наш бренд. Бренд Cherry — это интеллигент, технологичный и, скажем так, френдли, такой дружелюбный бренд. Этим мы, наверное, и завоевываем сердца людей, потому что сколько пользователей сейчас у Tiggo 8 Pro. Модель появилась совсем недавно на российском рынке. Это был март месяц. И вот уже номинация, вот уже признание. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Добавим, что пикапы, как всегда, шли отдельной категорией. Автожурналисты и блогеры назвали лучшим грузовичком Isuzu D-Max, а автомобилисты — Toyota Hilux. Игорь Негода —